Итальянские контейнеризированные сторожевые башни. 18 декабря 2018 года. Vampide LiveJournal.com. Итальянские контейнеризированные сторожевые башни, как сообщает журнал. James International Defense Review. Статья. Christopher F. Foss, Italian Army to receive Leonardo as containerized fob protection system. Итальянская компания Leonardo поставила итальянской армии для испытания элементы первого контейнеризированного комплекса для защиты передовых баз. Forward Operating Base Fob, именуемого Активе. Defense Components ADC. Подъемно-раздвижная сторожевая башня из состава созданного итальянской компанией Leonardo контейнеризированного комплекса для защиты передовых баз, именуемого Активе. Defense Components ADC. На крыше башни установлен дистанционно-управляемый боевой модуль. Leonardo Autovitrol Light. С 12,7 М пулеметом М-2НВ. Christopher F. Foss slash James Leonardo. В декабре 2016 года получила контракт на поставку итальянской армии трех комплектов ADC. В состав каждого комплекта входит контейнеризированный пост управления, Самант. Control Post SISC. Выполненный в габаритах стандартного 20-футового контейнера, массой 10 тонн, и шесть подъемно-раздвижных сторожевых башен, также выполненных в сложенном состоянии в габаритах 20-футового контейнера, массой 14 тонн. В настоящее время Leonardo поставила итальянской армии один пост управления СССР и две сторожевые башни, которые проходят войсковые испытания. По завершении испытаний компания поставит остальные заказанные элементы комплектов ADC. Подъемно-раздвижная сторожевая башня состоит из трех ярусов, в убранном положении втягивающихся друг в друга. В поднятом положении высота башни 8 метров, подъем башни занимает 5 минут. Башня стандартно необитаемая, хотя опционально в ней может быть размещен личный состав. Каждая башня оснащается собственным резервным дизель-генератором мощностью 12 КВТ. На крыше башни установлен дистанционно управляемый боевой модуль. С круговым обстрелом, который оснащается 7,62 М или 12,7 М пулеметом. Модуль оснащен круглосуточной системой наблюдения и прицеливания, включающей тепловизор, телекамеру с 23-крайным увеличением и лазерный дальномер. Опционально на башне могут быть установлены дополнительные системы наблюдения и датчики. В башне находится бронекабина для опционального размещения отдельного оператора боевого модуля, а также в случае необходимости еще нескольких человек. Бронекабина оснащена бронестеклами и портами для стрельбы из стрелкового оружия. Заявлено, что бронекабина защищает от бронебойно-зажигательных пуль калибра 12,7 мм и может быть дополнительно оснащена экранами против гранат РПГ. Остальные конструкции башни, как заявлено, защищены от огня оружия калибра 5,56 мм. Континеризированный пост управления СССР оснащен командирским пультом управления, а также шестью пультами управления операторов каждый из башен, которые должны стандартно эксплуатироваться в удаленном режиме. Минимальный расчет поста два человека. Пост управления может получать информацию от разнообразных датчиков и охранных систем по периметру защищаемого объекта, других сторожевых постов, а также от БЛА, пост управления и башни имеют собственные системы кондиционирования. Электропитание комплекса может осуществляться как от энергосистемы защищаемого объекта, так и от дизель-генераторов башен. Каждый элемент комплекса имеет самовыравнивающуюся систему установки на опорах, так что может быть сгружен с грузового автомобиля в любом пригодном для установки месте. Пульт дистанционного управления сторожевой башни и ее боевым модулем в контейнеризированном посте Управления СССР созданного итальянской компанией Леонардоу контейнеризированного комплекса для защиты передовых баз, именуемого АКТИВЭ. С 17 декабря 2018 года право на данный материал принадлежат БМПИД, LiveJournal, Ком Материал размещен правообладателем в открытом доступе